Итак, старый улей. 11 ноября. Полно ос. Думал, рой пчел залетит, а залито, видите, какое осиное гнездо. Получилось. Сколько их здесь, а? Какая большая. Сейчас как ужалит. Есть побольше, есть поменьше. Вот так. Вот такое осиное гнездо. Все было запечатано. Видите, холодно. Они не летают. Ну, залят. Превосходно. Вот что может быть. У них горизонтальные соты. Горизонтальные. Не вертикальная, как у пчел. А вот эта горизонтальная. Вот такая вот штука. Жалко мушку, но пользы никакой она мне не принесет. Какая большая оса. Большой полосатый мух. Она еще и ужалить может. Там тоже большая улетела. Да, так что холодно. Повезло. Было бы сейчас... Жало, что может быть на пять. А то и десять больше. Было бы мне здесь хана. Просто хана. Надеюсь, они за зиму пропадут. Переберу здесь, почищу. Может быть, может быть. Пчелы залетят. Ну, это так. Может быть. Видите, взрослые летают. Так. Не знаю, оставить. Чтобы не посыпались тут. Или прокрыть. Все равно пропадут. Хотя такое гнездо. Но если они себе корма напягали, то, может быть, и выживут. А там кто знает, что там у них внутри. Смотрите. Кто еще такое покажет, а? А бывает в домах, на чердаках, такие же и побольше осиные гнезда. Либо шершни. В итоге проблема. Пильзи сотни. Просто сотни. Сколько нужно это все струить? Я не представляю. Ужас. Ужас. Медом здесь не пахнет. И близко. Хотя не могли наносить. Погрызли. Погрызли. Почистили немного. Трухлевая. У меня небольшая аллергия на пчел. Ну, временами так бывает. Вот осы. Тоже больно. Занят. Ладно, прикроем. Вот такой старый улей. Конечно, хотелось бы к чему. Но, увы. Вот видите, воска. Вернее, воска прополиса налепил. Вычистил там. Ну, как мог. Вымел. Ну, не повезло. Вот такая штука берется. Ну, чужие. Бояршенька заполся. В общем, вот такое осиное гнездо. Вот, на таком прекрасном лугу. Место тоже хорошее. До новых встреч на канале. Заходите. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok